И снова добрый вечер, мои дорогие. С вами, впрочем, как всегда, Алкобард. Мы, конечно же, будем что-то пить, а заодно об этом обязательно и поговорим. И так как я сижу на фоне свежераспиленной сосны, скажем так, в количестве 7 кубов 6 метровых 150 на 50 и 2 кубов дюймовки, на которой я сейчас нахожусь, то пить мы будем тоже с похожей картинкой, господа. Продавалось это в светофоре. Продавалось как виски. Форест хилл. Ну, тоже сосенки, елочки. Короче, идиллия прям вообще. И написано grain blended whiskey. Давайте так, что такое зерновой виски? Начнем вот с этого. Зерновой виски. Это вискарик, произведенный из несоложеного сырья. А уж какого сырья? Ячмень, там, пшеница, рожь. Это уже всем пофиг, что попадется, то и будет. Что они из себя представляют? Дешевые коктейльные варианты или вот такие вот дешевые светофоровские? Теперь бы, конечно, очень бы хотелось найти, как оно открывается. Потому что я сейчас пойду за ножом. Это делает у нас... Кто-то это у нас делает. Пищевой комбинат Fenix. Не восстать бы из пепла после этой бутылочки. И как это открыть, я даже близко не вкурил. В последний раз я такую пробку открывал каким-то образом ножом. А сейчас не знаю. Короче, пошел я за ножом, господа. Для вас переход через черное. И поэтому мы скажем спасибо, собственно, пищевому комбинату Fenix. И будем думать, как сия открыть. Открыть сия, честно говоря, непонятно пока как. И короче, мы будем это открывать как-то так. Или вот так. Или покрутим. Или постучим об голову. Я не знаю, что с ней делать. Короче, мы будем срезать и вырезать. Пока насчет зернового виски выскажусь, что, конечно же, фанаты вискаря скажут, ты опять взял какое-то говно. И к виске это не имеет никакого отношения. Имеет и самое прямое. Потому что технически виски это любой бабушкин зерновой самогон. Это уже виски, господа. Уже виски. Потому что, еще раз повторюсь, при определении слова виски, ни слова не сказано ни про какую выдержку, ни про какой солод, ни про что не сказано. Чисто зерновой самогон есть уже виски. Ищем бокальчик. И, собственно, накапываем сия добро. Я до сих пор не знаю, как это открывается. Причем, ну, блин, у вас же есть подвинь нормальная. Ну, есть же подвинь. Ну, зачем вот это вот извращение делать? Я понимаю, что это ценник в 12 рублей. Я понимаю, что это фигня, конечно, апостол маслик какая-то будет. Но зачем над людьми-то издеваться? Поставьте обычную пробку. В конце концов, вспомните молодость и верните советскую дуку с козырьком. Вот это дело, это я понимаю. А это? А это хрень какая-то. Ну, ладно. Ну, кстати, не так страшно пахнет, как я думал. Честно, не так страшно. Я думал, что будет откровенно хуже, поэтому бахнем первое. Что смешно, даже пьется более-менее ничего. Даже с первой пьется ничего. Не, понятно, что это какая-то дрянь. Но, но, что у нас в состав? Состав дистиллят, висковые, зернового сырья не менее 6 месяцев выдержки. Вода питьевает, сахарный колер. То есть не выпендривались. Не выпендривались абсолютно. Все сделали, что могли. Нагнали самогону. Подержали в контакте с древесиной и дубом. Оба получите фористкил, господа. Да, и распишитесь. Самое смешное, что за этот ценник вам вполне себе ничего. Да, и так как я вот вокруг, в окружении досок, это я объясняю. На втором участке, куда наконец-то это все заехало. И где-то скоро предстоит грандиозная стройка. Она, кстати, за досками. Там уже размечены места под фундамент. Фундамент, естественно, под каркасник, столбики. Понятное дело, тут без вариантов. Но вот где-то за ближайших дня 3 я планирую фундамент полностью столбиками закрыть. Свайный. По моим подсчетам получается, уже забыл, 16 свай. Ну, будем надеяться, смогу. За что, кстати, и выпил. Я понял. Я очень боялся, что это будет чистая пшеничка. Потому что мало ли, что им там в голову взбредет. Чистая пшеничка, это, по-моему, страшнее нет ничего. Это, вот этот вкус узнает каждый. Я вообще не понимаю, как люди любят пшеничные самогоны. Потому что, ну, как бы для того, чтобы его пить, надо быть сильным духом человека. С рожаными уже повеселее, с ячменными тоже. Так вот, здесь только ячменя есть. Причем, довольно неплохая, похоже, есть. Да, пшенички здесь не особо. Чуть-чуть немножко кукурузинкой. Чуть-чуть совсем. Но это довольно мягко пьется. Я, честно говоря, сейчас удивлен. Я объясняю, почему. Я честно брал с собой. Если уж совсем не пойдет, то я тогда с Гиннесом это дело намешаю. Ну, нет, Гиннес останется мне на потом. Все нормально. Или это я просто офигевший, уставший. Может, и поэтому заходи. Как вариант. И опять же, новое место записи. Сами понимаете. Нервы, нервы. Надо выпить. И что самое смешное, еще раз повторю, технически это действительно виски. Потому что вот эти вот вискарные фанаты, которые ни хрена не соображают в производстве виски, в принципе, начинают мне доказывать, что если нету солодовых спиртов, если недостаточная выдержка, понятно, они нахватались верхов на тему шотландской технологии. Что три года выдержки, минимум 10% в солодовых. От этого, конечно, хочется покашлять, понятное дело, но за ценник бутылки водки, это прям продукт. Не, понятное дело, что, конечно, для собственного удовольствия я больше не возьму никогда. Это тут ясно. Но он настолько, скажем, превзошел мои ожидания, что я прям аж им восхищаюсь. То есть я честно думал, что это говнище пить будет невозможно. Я уже, пока досел на запись, даже когда он сейчас ходил за ножом, думал, яблочко подхватить там какое еще что-нибудь. Ну, тогда совсем шняга получится. Что делать? Так оно пьется. Смешно. Вот это как раз тот случай, когда не ожидаешь парическая винарня. Учитесь делать вискари. Даже хрен пойми, кто пищевой комбинат Феникс сделал, блин, более-менее пивабельный продукт. В отличие от парической винарни, которая еще ничего пивабельным не сделала. Меня начинает пугать мое состояние. Я понимаю, что я не могу про это сказать ничего плохого. Это куплено в светофоре, заценив бутылки водки. Я все это время купил я это сегодня днем, там, часа в три. Сейчас ближе к семи. Ну, как бы уже солнышко садится, надо записываться. И я понимаю, что я все это время про это думал абсолютно не так, как оно есть на самом деле. Это очень смешно. Это, честно говоря, удивительно самому. Но, как это? Звезда в шоке, короче. Господа, звезда в шоке. Дайте еще чуть-чуть капитошку. Сейчас мы его даже покатаем. Мне даже перед записью грешная мысль мелькнула, что если не понравится, я его все-таки и получит это прямо на досточке. Ну, нехорошо вроде. А с другой стороны, что им лишний раз с антисептиком пройдемся? Блин, антисептик забыл купить. Ладно. Один хрен, три канистры здесь надо брать. Да, это сборная солянка. Да, это мешанина всего, чего только можно. Его нельзя назвать вот это не ржаным виски. То есть не кукурузным. То есть 51% не соблюден. Но технически это виски. И самое смешное, что это реально пьется. Не, я в шоке. Я реально в шоке. Определяющий, господа. Да. Внешний вид. Ну, что-то внешний вид сказать. Бутылка из светофора. Что вы от нее хотите? Что самое интересное, оформлена довольно симпатично. Елочки, сосенки, да, предположим. Даже где надпись Forrest Hill, там еще что-то там еловое нарисовано. Тут точно ничего елового не добавлено. Я уж на всякий случай посмотрю. Нет, вроде бы. Грейн, бленд, от виски. Все, в принципе. В принципе, все соответствует описанию. Объем 0,5, крепость 40. Если бы не дебильнейшая пробка, а это дебильнейшая пробка, поверьте вы мне. Люди, кто умеет открывать? Белорусы, родненькие, отзовитесь. Кто умеет открывать вот такой вид дебильной пробки без ущерба для себя и без дополнительных инструментов? Я лично что-то до сих пор не могу. Ну, ножик, ножик здесь, да, ножик здесь. Вот реально не могу. Просто не научился. Да и она у меня как-то в голове не укладывается. Зачем вот это вот? На этом ценнике. Такая бутылка берется для того, чтобы ты его при выходе из магазина уже начал подтягивать потихоньку. Ну, вот какая-то фигня. Запах. Кукуруза присутствует 100%. Рожь присутствует 100%. Насчет ячменя вопрос. Ну, пшеницы, походу, слава тебе, господи, нету. То есть, это то, чего я реально боялся. И с учетом выдержки в контакте с древесиной дуба, это прям виски почти по канонам, собственно. Не так давно начались именно тех условия на виски. То есть, отдельно шотландские виды, там ирландские, еще какие-то. Они всегда были самогонами, по случаю попавшими в бочку. По-моему, своду правил по виске, я не помню, честно говоря, по скотчам, ну, лет 150-200, может, не больше. Ну, честно, боюсь соврать, поэтому не буду на эту тему ничего уточнять. Но... Если бы мне дали вслепую, я бы сказал, что это хреновый канадец. Вот такой хреновый канадец. Не Black Velvet, конечно, но хреновый канадец. Вот это очень на него похоже. Но, правда, кукурузация немножечко портит, конечно. Глаза не сломай, езжай, ты уже куда ехал. Мешаешь определяющий пить. Господи, прям в четыре глаза на меня из машины, смотря. Ну, логично, видать, привыкли, что я немножко в другом доме так вот, так вот делаю. А тут еще и доски новые завезли. У меня еще эпопея была. Раз завезли дерево, а мы здесь постоянно не живем, значит, должно быть слежение. Дом обвешан камерами, вся фигня. Короче, веселуха, капец. Естественно, все местные ходили и аккуратно поглядывали. А что это он там делает? А что это там камера вешается? Я вообще не помню, рассказывал я или нет. Рассказывал, по-моему, ну, на всякий случай повторю. Примерно такой же завоз на первый участок. Апрель прошлого года. Когда я начал это все строить, и приходит сосед, и говорит, ты что вообще делаешь? А участок здоровый достаточно, и он такой немножко неправильной формы, он буквой Г. И все это в углу сложено. Ты что делаешь? Ты что, у тебя же все это скоммуниздит, короче. Я говорю, слушай, ну, вон камера стоит. Да у меня такое же говно в конторе стоит, только лампочкой моргает. Я ему с телефона показываю, вот мы с тобой стоим. Он задумался, говорит, а ночью? А ночью как? Я говорю, сейчас. Отмотал на ночную съемку, и говорю, вот ночь. Ну, я пойду, ну, и на это мы порешали. И примерно точно то же самое сейчас здесь. Камера обвешана, камера за мной ходит, следит. Вам не видно, она сейчас за досками, где-то там, на старом доме, не сидит. Фу, идея. Можно ли это брать? Давайте так. С разных точек зрения посмотрим. Логически это брать нельзя. Это банальнейший самогон, выдержанный в контакте с дубом. Короче, возьмите водки и не выпягивайтесь. Но по факту за ценник бутылки водки вы получаете из, ну, белорусских, я именно говорю про производство, я не говорю про розлив. Из белорусского, ну, именно контрактный розлив там кого-то, скотча, ирландцев, канадцев, еще что-то. Именно из производства это очень неплохо. Это прям очень неплохо. И за эти деньги я вообще не понимаю, как это все произошло. У меня в голове сейчас не укладывается. Ну, честно, была бы моя воля, я бы его ставил раза в полтора дороже. Однозначно. Потому что он, в общем-то, того стоит. То есть умножить его ценник на полтора. Возьму ли я еще раз? Нет. А зачем? Ну, может быть, если надо будет с кем-то расплатиться, типа там, ты мне вот здесь ворота сделай, хотя ворота я уже сделал. Забор поправь, я не знаю, что-нибудь. И вот тебе бутылка вискаря настоящего белорусского. Тогда да. Тогда да. Но для себя, конечно же, больше нет. Можно ли брать? Можно. И это совершенно не страшно. Поэтому, за мое сегодняшнее удивление, за приехавшие, наконец-то, доски. Кстати, я реально долго ждал, почти три недели. Потому что у всех сезон внезапно случился в этом году. Строительный. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что воткнутый сегодня в доске влагомер показал от 8% до 16%. То есть строить уже можно. Это уже, в общем-то, сухая доска. Поэтому поехали. И всем пока. И пока не выключил, скажу, что сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.